Друзья, всем привет! Со мной Андрей Шахтер, который приехал ко мне из Кемерово. Сегодня мы вам покажем, какую квартиру он купил. Расскажем, как это происходило. Так что оставайтесь с нами. Друзья, как вы догадались, это жилой комплекс Богатырь. Вот так он выглядит, четырехэтажный. Здесь посмотрите, какое озеленение. Как тебе, Андрюх, в итоге? Очень красивый. Я даже все на картинках видел, а сейчас теперь увидел эту живую какую-то красоту, в какой мы будем жить в сказке, после нашего черного кузбасса шахтерского. Здесь такие пальмы, подсветки, все, посмотрите, выложили камнем. Ну пойдем, веди нас в свою квартиру. Пойдем. Покажи свои ключи. Долгожданно, наверное. О, убрали, убрали с нами. Да. С ауфан, клиночкой, красиво видно все. Двенадцатая квартира. Ну вот он, наш дом родной будет. Надо делать ремонт. С завтрашнего дня же начну сразу делать ремонт. И буду делать уют для моей любимой жены, дочки, для нашей семьи. Ну, как супруге понравилась квартира? Как все догадались, это моя, друзья, квартира, которую я покупал на этапе строительства, я об этом чуть позже расскажу. Вот. Мониторил я три месяца в Сибири, когда еще был в Кемеровской области, в Прокопьевске. Мониторил три месяца, искал жилье, все ролики просматривал, все районы просматривал. И, наконец, остановился на вот этом жилом комплексе «Богатырь», который, наверное, все уже знают. И, в общем, решил я здесь купить. Пускай будет это частный сектор, но зато с этого частного сектора вот какие все виды. Давай, мы видим на балкон. И море видно, и горы видно. Сегодня опять у нас какая дымка, да? Да, барит сегодня, маленько тушно, 25 градусов опять. Я сейчас увеличу немножко. Ну, в ясную погоду здесь просто обалдеть вид. А вечером здесь, когда стемнеет, все горит, тоже весь Адлер на ладони. Я здесь вечером не был ни разу. Ну, я уже заходил, смотрел, приезжал. Мне очень понравилось. Как бы надо посмотреть и днем, и вечером. Очень понравилось. Ну, вот я три месяца мониторил. Наконец, я приехал 13 марта. Там у меня супруга оформила в Сбербанке ипотеку. И начали мы сначала проводить эту сделку, вернее, хотели электронную сделать. Но не получилось, потому что жена там, здесь что-то маленькое не получилось. Ждали, оформили доверенность генеральную, она меня сделала через нотариус. И, как сказать, вчера у нас все это состоялась сделка с Елисеем. Наконец, я получил эти долгожданные ключи от квартиры. Ну, я тебя поздравляю, и вот с ней мы здесь. Поздравляю с покупкой. Спасибо. Давай сейчас расскажем, как мы вчера с тобой у нас получилось сделать. Вчера, в общем, как уже была юридическая проверка, все документы уже проверили, так как квартира чистая, статус квартиры, все в Росреестре все зарегистрировано, никаких проблем с этим не было. Ну, вчера еще была окончательная проверка, менеджер Сбербанка здесь, Мария, хорошая девушка тоже молодец. Здорово помогла, помогла. Все, как бы, все ускорило эту сделку. Ей огромное за это спасибо. В общем, она позвонила сначала, ждите. Думали, уже все, после праздников, опять думаю, время буду здесь зря проводить, можно сказать. Ну, и тут она через час перезванивает, говорит, все, я вас, говорит, жду. Все, мы полетели обратно, оформили все документы банковские. Тут время уже 5 часов вечера. Елисей говорит, нам надо еще в МФЦ успеть. Бежим сразу пешком в МФЦ, ну, там хорошо все рядом. Берем... Мы по почте еще ждали доверенности, вот в чем дело. По почте, да, вот долго ждали доверенности. Доверенности на оформление супруга выслала ему, чтобы он оформил здесь сделку за нее. Да, генеральную доверенность. Ну, и все, я эту доверенность вчера также забрал. Все в один день у нас получилось, день был наш. Да, просто вчера прям вот... Нельзя было даже вот опаздывать на буквально 5 минут, потому что мы в МФЦ оставались прям последние. Нас уже, можно сказать, пинками выгоняли, ну, вы скоро скоро уже оформляете или чего-то. Предпраздничный день. Они до 7 работают, и я говорю, Елисеев, сейчас нас пол седьмого вызовут. И точно, пол седьмого нас вызывают, мы садимся на сделку, все оформляем. И выходим счастливые. Елисей мне вручил ключи. Ну, вот я счастливый, обладатель квартиры угловой, с такими шикарными видами. Да, 45 квадратных метров, панорамные окна. С таким балконом, где я буду сидеть с женой. Мы поставим здесь столик, стульчики и будем вечерами отдыхать. Елисею огромное спасибо, что он прождал столько времени. Конечно, здесь цены дорожают, но... Ну, пока ты здесь находился, уже ценник вырос. Но, фактически, друзья, я как дал ему слово, что цену поднимать не буду, так оно и произошло. Потому что, ну, вы знаете, если бы это был незнамо кто, но мы с ним уже давно были в активной переписке. Я уже его хорошо знаю. Я о семье уже знаю многое, что и о его жизни. Мы уже не первый день с тобой здесь провели время. Ну, и, соответственно, конечно, за это время, пока он здесь находился, оформлялась ипотека. Потому что та ипотека, которая находилась в своем городе, ее перевели сюда. И здесь уже заново вели все, и переоценку делали, и так далее. В общем, это заняло очень достаточно много времени. Поэтому у нас, к сожалению, с марта месяца только вот... Вроде как бы Сбербанк один по России, но у нас там менеджеры маленько привыкли по-другому работать. Там не такой у нас насыщенный рынок, цены не такие. Там у нас, если двухкомнатную, вот миллион-полтора, здесь маленько, конечно, разница есть. Здесь подороже, и здесь многие уже банки, они уже знакомы с этими жилами комплексы. Они уже проводили эти сделки, поэтому здесь, конечно, удобнее именно открывать ипотеку именно в Сочи. Время вот затянулось, что сначала там менеджер занималась, но чуть-чуть там у меня не получилось, и решили мы перекинуть эту... Чтобы было проще. Да, сюда и все. Мария нам все помогла, все сделала. Еще раз ей спасибо за это. Ну вот сейчас вот здесь вот стоим, до сих пор растут с прошлого года мандарины висят. Мандарины высадут, и фейхоа, мимоза растет, будет цвести под весной. Это еще когда я мониторил интернет в феврале, она уже здесь цвела, здесь такой запах. Я в марте еще приехал, до сих пор запах оставался. До сих пор пахнет, да. Все рядом, и рынок, и этот казачий хороший, сейчас буквально там ходил, фрукты и все свежее. Урожайная улица, магнит, все магазины здесь, школа, у меня ребенок будет учиться в 100-й школе. Ты даже пешком ходил, 15 минут, да? Я не все обошел пешком за этот месяц, который я здесь. Все обошел. Ну всю инфраструктуру для себя, потому что уже приедет жена с ребенком, уже я буду все знать. Мне это уже как местный. Да, я уже местный, можно сказать. И с соседями здесь познакомился, и соседи, все сибиряки, главное. Вот в этом богатыре уже перезнакомился, все с Сибири почему-то тянутся, наверное нас тянет сюда. Отличный выбор. Нисколько не жалею. Может быть люди уже устали от плотной вот этой многоэтажной большой застройки каменной вот этой. Да. Люди хотят куда-то на природу поближе к какой-то зелени. Ну скорее всего с этим связано. Поэтому он и завлекает так. Ну и конечно вот эти виды панорамные. Это вообще шикарные, вообще я не могу. На четвертом этаже вот просто 95 тысяч уже вот по этому стойку, 95 тысяч за квадратный метр. То есть это уже больше 4 миллионов наверное квартира стоит. Елисей мне вот молодец, дай бог ему здоровья. Продал за 3600 вместе с газом. Ну это просто он порядочный. Насколько говорили, что риэлторы обманывают, но этот порядочный человек, я думаю, ему стоит доверять. Ну рекламировать я себя никогда не рекламирую. Сколько было сделать ни разу. Я отзыв за себя. Ни разу не делал никакие отзывы. Считаю это как бы ну лишним. Как бы реклама она должна быть ну показана именно результатом. Лучше пускай люди ну характеризуют между собой, чем это будет как козуха. Конечно. Я не люблю. Это я от себя говорю, от чистого сердца. Потому что тебя также могут посмотреть твои земляки. Они же наверняка тоже интересуются недвижимостью и хотят услышать твое мнение. С города люди уезжают, потому что шахты все позакрывались, работы как бы молодым нету, перспективы нету. Ну и ребенку моему здесь будет намного гораздо комфортнее жить, конечно. Может быть родим, дай бог, второго ребенка, чтобы здесь уже коренной был сочинец. Я купил формат А2 ватном себе. Все как вот учился в горно-техническом колледже у себя. Все с рамкой, все расчертил, где что как будет. Здесь сделаю спальню. В общем у меня получается будет спальня 8 квадратов. Вот так вот сделаю здесь отсюда стену. Перегородку здесь. Перегородку. Здесь будет раздвижная дверь. Ну чисто для моей дочки. Я ее хочу снять стеклянную матовую, чтобы света больше попадало. Здесь у нас будет кухонная зона. Здесь будет стоило стоять. Обеденная зона. Обеденная зона, да. Здесь санузел. У меня получается 2 на 2,30. Поставлю санузел. Здесь тоже перегородку сделаю. Здесь будет спальная, наша зона с женой. А здесь будет кухонная гарнитур. Вот так вот угловой. И у меня супруга прямо мечтала, чтобы мойка, как бы она у меня молодец, хозяйка, она умеет вкусно готовить. И вообще на кухне должна быть женщина как хозяйка. Вот я для нее, она мне попросила. И я решил вот здесь поставить ей мойку. И она будет смотреть на горы отсюда. То есть мы посуду и видеть эти снежные горы. Ну да, у вас все видно. Сегодня, конечно, не видно все в тумане. Но когда ясная погода, здесь обалденно. Вот. Здесь поставлю шкаф-купе. Получается, он у меня будет трехметровый. Короче, все, что надо. Вроде квартира 45 квадратов, но если ее правильно распланировать, она будет хорошим углом. Ну понятно. Да. И я вот... Самый главный вид это вот это панорама. Ну и панорамное окно. Вот я тоже, когда ее покупал, я так увидел, что панорамное окно людям очень понравится. Удочки будут здесь спальни. Своё окно открывается, как бы вот. Открыло. А вечерами в летнюю погоду вы наверняка там будете проводить сидеть. Конечно, конечно. Там плиточку положу. Как сказал, уже стол поставлю, небольшой стульчик и будем отдыхать. Здесь окошко открывается. Все окна качественные. Прямо всё. Прямо закрываешь. Никакого шума. Ну здесь и так шума никакого нет. Свежий воздух. Дороги все равно нет. Здесь рядом. Да, свечки поют. Облагороженная территория какая. Ну мы сейчас выходили. Заходили вернее. Здесь уже отдельный будет подход. Чисто вот смотрю уже. Кодовый замок поставили. Да, кстати, выход здесь будет. Вот калеточка, да? Да. Кодовый замок поставили. Прямо интересно. И туда по дорожке раз метров сто. И там уже автобусная остановка. Рынок. Вот он рядышком. Идёшь по... Отсюда вот. Школа видно. Вон она. Цветы, розы растут. Запахи здесь конечно. Вот у меня друзья в Блиново живут. Но... Блиново правильно? Нет, правильно Блиново. А, Блиново? Да, Блиново. И это... Ну, мне вот конечно... Там нормальный район. Обжитый тоже. Но я вот влюбился в этот район. Честное слово, ребят. Прям вот не знаю. Ничего не реклама, это короче твои эмоции. Это мои эмоции. Я просто вот от сердца своего говорю. Обалдеть. Друзья, ну и конечно же всем интересно, за сколько я её раньше покупал. Сколько я на ней заработал. Это не секрет для Андрея. Покупал я её за 2 миллиона 800 тысяч. Это было в октябре месяце. Ну, в марте бы я её конечно же уже продал. Если бы у него всё было нормально с оформлением ипотеки. Вот. И продал я её за 3 миллиона 600 тысяч. То есть, заработал на инвестициях 800 тысяч рублей. Андрюк, тебя это как-то смущает? Нет? Меня это не смущает. Это понятно, что люди здесь зарабатывают на инвестиции. Были бы у меня конечно наличка, я бы мог бы тоже купить. Ну, налички у меня такой нету. Я это всё понимаю. И как бы... Отточиться к этому с пониманием. Да, я купил эту квартиру в ипотеку. Готовая. Велисейв, правда, это вкладывал деньги, когда это жильё ещё начиналось строить. И всё равно какие-то риски были. Да, он рисковал. Он рисковал, вкладывая деньги. А я уже ничем не рискую. У меня этот дом уже сданный. Уже оформленный в Росреестре. На каждую квартиру документы. То есть, я уже ничем... Даже коммуникации уже всех инженеров. Я ничем не рисковал. Здесь уже сейчас живёт женщина. Тоже познакомился на втором этаже. Будущая соседка. Она живёт. У неё газ уже есть. Уже котёл. Всё работает. У неё горячая вода. Тёплый пол. Там всё есть. Всё работает канализация. Потому что многие начинали, скептики говорить, когда я покупал эту квартиру на этапе строительства. Многие говорили, да он не сдастся. Да вот тут ещё коммуникации будут год подключать. Тем не менее, видите, застройщик действительно надёжный. Имеет опыт строительства. И всё. Буквально... Немножко задержка была в подключении коммуникации в первый дом. Потому что он подключал параллельно... Вёл строительство второго дома, о чём я и говорил. Но, тем не менее, все жители, которые купили здесь квартиру, они все довольны тем, что всё вовремя подключилось. Как бы всё нормально. Конечно, да, Алексей. Вот я уже ни за что не беспокоился. Я знал, что здесь всё есть. Уже как бы здесь в Сочи все, может быть, уже знают, какие проблемы. Бывает дом сдался, а коммуникаций нет. И люди сидят и не могут и без воды, и без всего. Здесь на данный момент всё есть. Поэтому я понимаю, почему он вложил деньги. И он заработал. Пускай он нам не заработал, я где-то не жалею. Я знаю, что эта квартира будет со временем дорожать и дорожать. Она уже дороже. Конечно, да. Ты её купил дешевле, чем сейчас продают её в подобном варианте. Вот соседняя квартира 11-ая. Она её продаёт по 8... Она поменьше, по 87 за квадрат. То есть, это уже получается, она меньше за квадратов. Она дороже на 10 тысяч за квадрат, чем вот эта квартира видовая в сторону моря. Это уже хорошая покупка. И у неё, во-первых, там во двор окна. Ну да, окна во двор. В море нету, панорамных окон нет. Ну всё, друзья. Вот порадуйтесь за Андрея. Пожелайте ему удачи. Мы, кстати, всё равно остаёмся с ним в хороших отношениях, с друзьями. И я буду сюда заезжать и снимать, как у него здесь дела, какой ремонт, как он что делает. Конечно, может быть, у него это не быстро произойдёт. Он будет своими силами это всё делать. Но, в любом случае, где-нибудь какое-нибудь видео запишем. Конечно, обязательно. Как у тебя результаты, всем, ты доволен и так далее. Поэтапно всё. Поэтапно, да. Всё, всем пока, друзья. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok